здравствуйте дорогие друзья рыболовы охотники ягодники грибники опять возвращаюсь я без защите от комаров ну немножко отвлекусь вот в наших условиях уже года четыре в принципе защита от комаров может служить даже вода почему потому что года четыре у нас комаров нет вообще это просто что-то потрясающее это я говорю не в положительном смысле а скорее в отрицательном потому что скорее всего они гибнут от применения каких-то веществ о которых мы даже и не знаем но по крайней мере вот в этом году я видел двух комаров в прошлом году одного ну и черт с ним ладно кого это дело беспокоит я сразу откидываю все прочие вещества которые много рекламируются и рассказываются но я уже говорил об этом всякие домашние народные и прочие антикомарийные вещества прочих производителей я уже говорил что в принципе есть два действующих вещества это диэтилтоламид дета и диметилфталат диметилтоламид он как поэффективней разу в два чем димеев но применяются они оба чаще применяется дата то есть это диэтилтоламид и вот я хочу вам ц接Surcession че объяснить мы может быть даже напомнить о том как выбрать надежное средство Оба эти вещества являются довольно токсичными химическими веществами Ну, ДМФ немножко помягче, да это пожестче Но дело не в этом Хотя в этом, как раз я об этом хочу сказать Что, в общем-то, надо строго соблюдать правила их применения И если бы передо мной стоял вопрос Какое вещество применить и каким образом Я бы применил ДЕТУ с максимально возможной концентрацией Но мне встречалось в продаже ДЕТУ с концентрацией где-то 35% Вот я бы применил такое Но применил бы для чего? Я бы в первую очередь обработал бы одежду как следует А обработку открытых частей тела Ну, при острейшей необходимости Если уж действительно там начинают доставать То тогда с концентрацией ДЕТУ не меньше 20% К сожалению, нашим производителям сейчас верить Ну, во-первых, нельзя Мало ли там, что написано на пузырях Может, там и нет 35%, нет 20% Поэтому только методом тыка То, что работает, то работает У меня вот работает вот такой рифтомид Этот рифтомид на основе ДЕТЫ И концентрация ДЕТЫ 28% То есть это достаточно серьезное И оно должно работать в любых ситуациях Ну, 28% для обработки одежды может быть маловато Хотя, может быть, стоит и начать с одежды А, как я уже говорил, открытые части тела Ну, уже совсем в острейших случаях Кстати, ребята говорят, что против мошки он не действует Я согласен Был у нас период, когда мошка заедала И не помогал ни рифтомид, ничего Кроме антимоскитной сетки Написано, что от клещей он действует Ну, тоже под вопросом Но на всякий случай обрабатывать Ну, как я говорил, одежду это уже поможет И если это не сапоги, а какая-то другая обувь То обрабатывать область голеностопных суставов Ну, то есть, обработать еще и обувь Неплохо было бы Вот Но, кроме рифтомида, которым я пользуюсь Ко мне случайно попали Ну, во-первых, я купил тайгу Очень распространенное старое средство Оно сделано на основе диметилфталата Ну, как я уже говорил Диметилфталат несколько слабее, чем дета Но вот в тайге Концентрация диметилфталата 35% В принципе, она действовать должна И должна действовать неплохо Ну, и есть у меня Вот такие вот вещи Это дета от комаров и мошек На водной основе Действует в течение 4 часов Совершенно безвредная Концентрация диетилфталамида Деты в ней Всего 15% Вот, когда ребята говорят Что не действует И дета не действует В разных каких-то препаратах Так она и не будет действовать При такой концентрации Или будет действовать Не в течение 4 часов А может быть часа А может быть и того меньше И есть у меня вот такая штука Дета вот такая От клещей, комаров Для обработки одежды и снаряжения На 15 суток рассчитана А вот когда смотришь Концентрацию деты в ней То концентрация всего 10% То есть ни о какой обработке одежды Даже защиты Открытых участков тела Речь идти не может Все, на этом я заканчиваю Чтобы не растекаться По древу То есть В первую очередь Высокая концентрация деты Не меньше 30 Ну где-то Не меньше 25% Для обработки одежды В первую очередь Обрабатываем одежду Как следует Пропитываем ее Ну там есть Инструкция как применяется Ну собственно обрабатывается Даем ей просохнуть И потом на себя одеваем И комары может быть и отлетят Если не отлетят Тогда применяем дету В концентрации Где-то больше 20% То есть Препараты с концентрацией деты Меньше 20% Вообще рассматриваться Не должны Поэтому когда вы покупаете Препараты Смотрите в первую очередь На концентрации Диэтилтоламида Или диметилфталата Но диметилфталат Должен быть и побольше То есть нормальная концентрация Для диметилфталата Не меньше 35% Если диметилфталат С большей концентрацией То применяем его Как я уже говорил Для обработки одежды В заключении Дета Не меньше 20% Лучше больше ДМФ 35% Лучше больше Совершенно непригодно Препараты С содержанием деты Меньше 20% Можете их смело Выбросить Вот и все Что я хотел вам сказать В своем Коротеньком Ролике Дай вам Бог Избежать Встреч С такими Комарами Которые Вам мешают жить Все Вам ни пуха ни пера Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки И До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому